Дорогие уважаемые пользователи и любители эзотерики, хотел бы ответить на вопросы, которые я частенько получаю. Я их собираю для того, чтобы организовывать подобные встречи ответов на вопросы. Поскольку сейчас идет процесс рекламной акции набора в курс алхимия превращений, вопрос звучит в этой теме примерно так. Как алхимия связана с системой Таро? Алхимия, на самом деле, что есть алхимия? То есть есть химия как процесс реакции от взаимоотношений или взаимодействия различных веществ между собой. И этот процесс мы с вами знаем. А есть алхимия. Ал или аль. Ее можно воспринимать как высшая химия или, точнее всего, божественная химия. Вот. И тогда становится понятно, что алхимия имеет аспект одухотворенности. Потому что, вот самый простой пример. Два повара готовят пищу из одинаковых ингредиентов в одно и то же время. И когда их продукт подается на стол, вкусовые качества у них разные, иногда просто как небо и земля. Как вы думаете, с чем это связано? Ну вот это точно не химический процесс. Химический процесс они все сделали абсолютно одинаково. Они взяли один и тот же набор каких-то ингредиентов, то либо их там варили, либо их там обжаривали, либо как-то по-другому их там делали. Не суть важно. Все одинаково. Но вкус разный. Так вот, алхимия, собственно говоря, и отличается от химии тем, что сюда добавляется очень понятный аспект одухотворения. То есть, что производитель, ну в данном случае повар, вкладывает. Вкладывает, вот как говорят в народе, вкладывает душу. Вот именно от этого пища становится совершенно другого качества. Либо, пусть это будет один и тот же повар, но находящийся в разных психологических состояниях. В одном случае он готов с душой сделать что-то приятное своим близким, которые его попросили об этой любезности, и он вот просто с открытым сердцем начинает творить, творить какое-то совершенство. С другой стороны, вдруг его попросили что-то делать, он начал. И возникает какая-то скандальная форма. А он находится в сакральном процессе. Куда внедряться вообще нельзя. Ну поскольку в бытовой среде люди к приготовлению пищи относятся как-то очень невнимательно, ну поэтому и получают всякие опухоли и тому подобные неприятности. Это очень сильно изменяет качественный состав или внутреннее наполнение самого продукта. И если его во время его сакрального этого действия вдруг начали отвлекать и он начал раздражаться, все, пища будет отравлена. Хотя на самом деле никаких ядов, никаких там солей, щелочей и кислот и тому подобных вещей, но нет. Нет, все как обычно. Изменяется только одна немаловажная часть, а это психический флюид. И он может служить ложкой дегтя для целой бочки меда. Вот поэтому вот мы с вами выяснили, что такое алхимия. Теперь переходим на карты Таро, поскольку вопрос-то был задан именно про них, как алхимия связана с Таро. А карты Таро это предсказательный инструмент. Ну иногда приходится слушать блогеров, которые, конечно, как-то не заботятся о своей репутации и когда им задают какие-то провокационные вопросы про Таро, иногда эти люди уважаемые начинают говорить, ну зачем опускаться до такой дикости. И я вот про себя думаю тогда, что же дикость? Либо вы, маэстро, дикий, потому что это система величайшая, которая позволяет человеку вообще заглядывать далеко вперед. Мы же абсолютно по таким же параметрам живем. Мы иногда делаем прогнозы буквально на десятки лет. Ну для того, чтобы спланировать, спланировать свою жизнь, где жить, как жить, чего в ту жизнь приносить, от чего освобождаться и так далее, это очень важные темы. Поэтому сама алхимия в картах Таро превращается в то, что принято называть коррекции. А коррекции это форма изменения предсказаний. То есть, если предсказание нам говорит о том, что в каком-то отрезке времени будет что-то там не очень красиво и не очень хорошо, у нас есть всегда возможность это поправить с помощью тех же самых карт. Вопрос, относящийся к алхимическим колодам, я освещу в следующем ролике. Поэтому желаю вам всего хорошего. Пока!